Мы вернулись к ситуации, когда многие люди из мира крипто выходят из спячки после того, как просидели в ожидании целый медвежий рынок, где ничего не происходило и все было скучно, в итоге мы пришли к тому, что что-то задвигалось. И очень вероятно, что большинство из вас забудут о базовых принципах трейдинга. Это очень вероятно, потому что к этому моменту, вероятно, мы все забыли. Поэтому я хочу сделать это видео как напоминание того, что мастер является мастером в основе, прежде всего. Так? И эксперт-трейдер не выходит за эти основы. Дело в том, что мастер по трейдингу или инвестированию всегда помнят базовые вещи с закрытыми глазами и во сне. Вот в чем и заключается мастерство. В мастерстве основ. А затем вы идете дальше. Так что хочу напомнить, что нет предела совершенства в базовых вещах. Итак, поехали. Биткоин на дневке растет. На момент видео мы торгуемся чуть под 35 тысячами. Есть вероятность, что мы установим годовой максимум. Я знаю, что многие, возможно, задаются вопросом, что мне делать? Некоторые, вероятно, недостаточно много накупили. Некоторые, возможно, только что вернулись в крипту после того, как о ней забыли за последние два года. И все хотят знать, а что делать? И я хочу обратить ваше внимание на пару ключевых моментов. О трейдинге, вхождении и какой подход будет, вероятно, хорошим для вас. Я не финансовый советник, поэтому эти идеи лишь для обучения и развлечения. Но перед тем, как мы перейдем к основной теме, хочу вам быстро показать несколько постов, которые я публиковал вчера в Твиттере. Один из них о циклическом дне на пути к халвингу. И на самом деле мы идеально идем по плану. Как только у нас образуется циклическое дно, до халвинга остается 80 недель. Так было в 2015. В 2018 дно цикла 74 недели до халвинга. В 2022 ноябрь дно цикла 72 недели до халвинга. Окей, все по плану. И биткоин выглядит отлично идущим по плану. Почти так же, как и всегда до этого. Ничего не выглядит отличающимся по таймингу дна цикла до халвинга. И это круто. Все по плану. Простите меня все, кто ждут 10к. Теперь давайте перейдем к этому. Это цели по Фибоначчи. Мысли, о которых я говорил на протяжении всего года. Когда вы используете сетку Фибоначчи от коллапса FTX, от вершины перед крахом FTX до дна после краха FTX. То начинают происходить эти волшебные вещи. Когда каждая вершина идеально совпадает с уровнями Фибоначчи. Все эти узлы Фибоначчи, похоже, являются целями уровня Фибоначчи. И это довольно интересно. Возможно ли, что следующей целью будет 37200? Да, возможно. Может быть, мы пойдем даже выше, до 4800. 4236. Может быть. Но перед тем, как схватите ФОМО, я хочу напомнить о паре вещей, которые будут важны, когда вы начнете заходить в рынок. Так как я знаю, что многие задаются вопросом, что же делать. Поэтому я хочу очень быстро поговорить с вами о том, что прежде всего важной вещью является то, что когда вы поверили в крипто, вам следует войти в крипто. В этой ситуации долгосрочный портфель является важным. Так как если завтра утром вы проснетесь и увидите биткоин за 60 тысяч, что ж, вы в нем, у вас все в порядке. Теперь, вторая важная вещь, которая должна быть, это торговый портфель, либо денежная позиция, которая у вас приготовлена для входа. То есть долгосрочный портфель мы с вами просто держим, а трейдинговый или денежный портфель приготовлен для входа. И чтобы не погрузиться в чрезмерные детали и в подробности объяснения, я лишь скажу, что одна важная вещь, которую нужно помнить, заключается в том, что речь не идет о том, чтобы зайти по самой низкой возможной цене. Это не настолько важно. А вот что гораздо более важно, это позиция, в которой вы находитесь. Точка входа. Конечно, и тайминг очень важен. Но главное, это позиция, основанная на определенных индикаторах. И что я имею в виду под этим, заключается вот в чем. Если мы говорим о биткоине, то что мы сейчас здесь с вами видим на дневном графике? То, что мы находимся в перекупленной зоне. Биткоин сейчас находится значительно в перекупленной зоне. Но последний раз, когда мы также находились в перекупленной зоне, это все закончилось ростом. Из-за этой точки перекупки. Но потом он спустился. И, ребят, я хочу вам показать один интересный момент, который произошел в прошлом бычьем рынке, который образовался в самом начале крупного аптренда, закончившегося установлением исторического максимума. Прямо здесь. Когда биткоин поехал вверх, это октябрь, в направлении окончания 2020 года. Посмотрите на RSI. На дневном графике RSI биткоин зашел в зону перекупки. Прямо здесь. Давайте я нарисую вертикальную линию. Биткоин был перекуплен прямо здесь. На цене всего лишь в 13 тысяч, что закончилось новым историческим максимумом и значительно выше. Теперь, в этот момент, да, ты мог просто взять и вот здесь войти, затем молиться, что все получится. В итоге это может сработать, может нет. Главное, что это не обязательно является стратегией. Но если вы стратегию ищете, то вам нужно определить правильную точку входа. и определить, сохраняет ли тренд импульс внутри зоны перекупки. Для этого нужно изучить зону перекупки на уровне 70. Биткоин достиг зоны перекупки вот здесь и продолжает расти. Да, некоторые глубоко стратегичны и придерживаются значения настоящих индикаторов и реальных точек входа на основании материальных вещей, а не молитв. Они смотрят на RSI и говорят, окей, когда мы вернемся к уровню 70, и если здесь образуется уровень поддержки, то я войду на этом уровне в 70. И если мы от него отскочим, то это значит, что у нас есть большой уровень импульса. Мы продолжим отскакивать от уровня в 70 в зоне перекупки, набирая эпический импульс. И если это начнется, то значит импульс огромный. Даже вот здесь мы с вами отскочили от уровня 70 снова, и импульс был просто безумным. Так что этот уровень 70 может быть зоной входа, и если вы это сделали, то вы покупаете на основании индикаторов и там, где образуется поддержка. Это более стратегично, нежели просто вход вот здесь. То есть гораздо логичнее дождаться теста этого уровня 70 и тогда зайти, потому что это может и не отработать, кто знает. Так что, возвращаясь к тому, где мы сейчас, давайте, ребят, вернемся к тому, где мы сейчас, и то, что мы с вами ищем, будет ретест уровня 70. И если мы от него отскочим, то это можно будет использовать как вход в лонг. Поэтому давайте предположим, что все закончится тем, что биткоин пойдет дальше от этого уровня. И вы такие, о нет, я упустил. Что ж, если вы дождетесь ретеста этого уровня 70, вероятно, у вас будет немного лучше точка входа, перед следующим заездом вверх. Вы дождетесь этого движения ниже, к уровню 70. Если мы его удержим, то поймем, что у нас сохранился большой импульс. У вас будет отличный вход, у вас будет лучший тайминг, у вас будет лучшая позиция, так как вы заходите в лонг на основании технического анализа и заходите в лучший момент, вместо того, чтобы просто надеяться. Верно? Так что, даже если, даже если биткоин, как я говорил ранее, даже если биткоин, скажем, пойдет полным ходом к 42 тысячам отсюда, например, а затем спустится вниз, скажем, на ретест 36, где вы и войдете в лонг во время этого ретеста на уровне 70, то, да, вы не зашли по этой цене, которая немного ниже, но технически ваша позиция лучше, так как вы заходите в лонг с использованием по индикаторам в правильное время, и вы знаете, что, вероятно, вы поймали этот импульс, вы видите подтверждение и принимаете решение на основании чего-то. Верно? Поэтому пара базовых вещей, о которых нужно помнить. Вам нужно дождаться определенных вещей, и в большинстве случаев, когда вы думаете, что вы упустили, вероятно, это не так. Вот, например, посмотрите на 2023. Большинство людей, которые, вероятно, упустили вот этот прорыв, думают, «О, я это упустил, дайте мне зайти». Кончилось все тем, что мы ушли гораздо ниже. Затем люди увидели вот этот прорыв и думают, «О, я упустил этот прорыв, дайте мне зайти». Что ж, все закончилось ретестом этой зоны пробоя. И это можно продолжать и продолжать. Люди, которые недавно говорили, «О, я упустил момент». Что ж, может быть, возможно, вы уже не получите точно такую же цену, а может, получите, но вместо того, чтобы ломиться и кричать, «О, пустите меня», просто дождитесь подтверждений индикаторов, которыми вы пользуетесь, подтверждающими, что импульс сохранился. И, конечно, уровень цены может быть не таким хорошим. Цена входа может быть не такой низкой, но зато ваша позиция технически будет лучше и сильнее. И, вероятно, тайминги даже будут лучше. В общем, вы понимаете, о чем я говорю? Я хотел по-быстрому пройтись по этим темам. И технически это не самые азы, это чуть больше, чем основы, но это довольно близко к основам, о которых я вам хотел напомнить. о правилах трейдинга. Воспитывайте себя, хоть это и требует дисциплинированности. Мы все ошибаемся, мы все иногда вырываемся не в правильное время. Но есть вещи, которые вы можете скорректировать. Поэтому этот бычий рынок, если он и начался, он начался всего лишь на 34 тысячах. Мы на половине пути от исторического максимума. И кто знает, как высоко может зайти биткоин? Это лишь вопрос времени, но помните, помните, что у нас много времени. Ведь для событий требуется время. Но есть то, что вы можете сделать для того, чтобы подстроиться, делать лучше, и не забывайте о базовых вещах. Потому что, повторюсь, мастер хорош в основе. Мастер лучший в основах. Вот почему его называют мастером. Поэтому лайк под видео, подписка на канал, тем более, если вам нравится такая информация. В любом случае, желаю вам замечательных выходных, отличного трейдинга, и правда буду очень рад вашему лайку и подписке на канал. Ребята из Криптокомманс очень стараются для вас. Так что маленькое действие делает большие дела. В общем, всех обнимаю, до встречи в следующем видео и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok